Всех приветствую. Сегодня Huawei Mate 9. Вот такой вот кривой. С разбитым модулем. Клиент принес дисплейный модуль. Вот и попросил выпрямить телефон, если получится. Сейчас не соображу, не очень часто разбирал эти телефоны, где здесь находится система плата. Если вверху, то ничего страшного. Если как раз на этой стороне, где у нас находится, где изогнут корпус, то тогда посмотрим, короче. Клиент, которые вверху, то нам понадобится. Клиент. 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 Вагон. Субтитры сделал DimaTorzok Все нормально, будем менять Изогнут, как видите, достаточно сильно А эта сторона тоже, но получается в другую сторону Странно Как-то он упал Это сюда, а это сюда Здесь у нас Снимем дисплейный модуль Системная плата, как видим, не повреждена Вот, и постараемся сделать Выпрямить аккуратно Рамку Видите, да, насколько изогнут И с этой стороны Тут почти нормально Включаю сепаратор Так, шлейф у нас идет снизу Здесь шло там Так, шлейф Так, шлейф Включаем коэксиал, заглушка, батарея, давайте сразу проверим дисплейный модуль, который принес клиент, цена его около 25 евро, что такое точно не скажу, так, кнопка включения у нас находится на корпусе, поэтому придется застегнуть обратно кабель, включаем аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вроде все работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включаем батарею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, здесь мы, я не знаю, разъем просунем, не просунем. Думаю, что нет. Поэтому давайте снимем динамик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Модуль зарядки и нижний динамик Откручивать больше нечего Поэтому все что осталось это двусторонний скотч на котором он сидит я полагаю Все ставим на сепаратор и ждем Пока тело лежит на сепараторе Я тут руками довел крышку практически до совершенства Шучу конечно Ну так ничего В принципе нормально Тупо руками сидим гнем Гнется очень легко Как шестой айфон Вот еще один скол Алюминиевая крышка очень мягкая Вставить можно смело Видите да небольшие шероховатости есть но это никак не повлияет на замену дисплейного модуля Да и вообще на работу телефона в целом Здесь тоже вон небольшая Тоже не страшно Сильно увлекаться тоже не надо Можно так и загнуть его Что потом придется заказывать новую крышку Естественно за то чтобы выронить телефон Это тоже работа За это берем отдельно евро 20-30 Там в зависимости от цены телефона Чем дороже телефон тем Естественно тем дороже Выравнивание корпуса Очень часто приносят Разные модели Айфоны Хуауэи 100 градусов Температура Нашего телефона Не хочет отклеиваться Не хочет отклеиваться Снимем стекло Только мешает Пластиковая рамка Которую можно повредить легко Поэтому стараемся Сильно на нее не воздействовать Вот отошел С Efendimiz Аккурат платим Три Хуауе Довсе Сен в помощь. К пластику приклеено внизу, поэтому так крепко был бы алюминий или металл, уже бы откололось. Проще срезать. Поднагреем. Видите, белый пластик, поэтому так крепко сидит. Готовы. Готовы. Рисы. Готовы. Смотрите, как деформировалось. Переносим защиту верхнего динамика. Больше ничего нету, все проклеено. Ну и здесь. Аккуратно, такими движениями сильно не надо увлекаться. На глаз буквально все нормально выпрямляется без особых усилий. Вот эта сторона готова. Тут вообще все нормально. Давайте прикинем, как он будет сидеть. И снимем на время защитную пленку. Потом наклеим ее обратно. Вот видите, здесь, где я перенагрел чуть-чуть, чуть отходит. Сейчас мы это выпрямим. В принципе, еще сидеть будет нормально. Посадим на B7000. Не надо ничего очищать. Раньше на старых роликах, еще года два назад, я всегда очищал посадку. Такие мелкие вещи, как двусторонний скотч. Сейчас я этого не делаю, потому что считаю, что уже посадка отрегулирована правильно. То есть просто добавим клей, и все сядет ровно на свои места. Единственное, эта краска на силиконе осталась. Можно снять ее, чтобы не было совсем дисбаланса. А так, считайте, уже все отбалансировано. Грязь, динамики. Камеру чуть не залапал. Все, в принципе, можно наносить клей. В данном случае, на данной модели клей будем наносить на дисклейный модуль. Я считаю, так удобнее. Попробуйте нанести клей вот сюда, на рамку. Да, у вас не получится красиво это сделать. Если сюда еще можно, то на боковые поверхности вряд ли. А здесь вполне можно влезть. Так, еще не забыли вроде. Датчики. Надеюсь, не вылезет. Надеюсь, не вылезет. На совесть залил. Все готово. С применением сепаратора можно не бояться, что клей засохнет. Даже если он засохнет, ничего страшного. Поэтому не спешите. Сепаратор все размягчит и приклеит на свои места. Защитную пленку я временно снял, потому что без нее видно лучше. Чтобы клей не вылазил. Потом ее обратно приклеим, никаких проблем. Потому что она все-таки больше дисплея и не видно, где клей вылазит, где не вылазит. А если вылазит, то он затекает за эту пленку, короче. И там гемор получается. Нормально. Вот видите, да? Ничего не вылазило у нас. Поэтому. Ставим на шесть зажимов. Перед тем, как поставить на зажим, я ставлю на сепаратор. Сепар у меня включенный. Сто градусов на нем стоит. Сейчас я поставлю буквально на минуту. На полминуты даже. Пусть он поднагреется. И потом сразу на зажимы. Так клей схватится быстрее. Вчера буквально снимал ролик. Тоже Huawei был какой-то. Очень похож на этот. Принцип, технология установки дисплейного модуля тот же. Только здесь пришлось забрать весь дисплейный модуль. Модуль зарядки. Потому что отверстия его ломают. Так, так. Все то же самое. Все. Девайс горячий. Ставим зажимы. Не забудьте, чтобы батарея была выключена не как вчера я показывал. Со включенной батареей менял дисплейный модуль. Тут она у нас отключена. Ничего не забыли. Вот. Еще раз. Контролируем зазоры. Полностью по всему периметру. Вот. Путем передвижения зажимов. Чтобы все зазоры были идеальными. Учитывая, что у нас. Телефончик гнутый. Особенно на гнутых телефонах. Здесь можно подальше поставить. К центру. Вот. Здесь. Вот видите. Да. Здесь зазор уже. Здесь больше. Здесь меньше. Поэтому. Путем передвижения зажимов. Компоролируем. Очень. Кидается в глаза. Особенно если клиент. Придирчивая. Вот таких много. Вот. Как то так. Вот. Все. Оставляю. Девайс у нас сейчас горячий. Температура его порядка 50 градусов упала. Вот. Поэтому оставляю его на минут 15. Если есть вентиль, то можно вообще под вентилятор поставить. Или под кондер. Идеально. Он там за 2 минуты высыхает. Становится холодным. И можно собирать. Ставлю на паузу пока. Все. Снимаем зажимы. Собираем. Телефон. 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 Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Убираем эту хирню. Убирайте только таким инструментом, который вы больше нигде не используете, ничем не режете, он должен быть идеальный просто, чтобы не поцарапать стекло. Хороший красочный дисплей, хорошего качества. Всё, всем спасибо за внимание. Я дов, это Huawei Mate 9, замена дисплейного модуля прошла успешно. Всем спасибо, друзья, подписывайтесь, комментируйте, в общем, на связи. Всем удачи.